Мы на пару дней уезжали из города, и я поставила фотоловушку в саду, чтобы наблюдать за нашими сороками. Единственное, я забыла выставить дату и время на камере, и они указаны неверно. И еще почему-то камера не писала звук, хотя функция записи звука была включена. У меня в саду вместо укрытого материала использован картон. И сейчас на экране сорока как раз достает этот картон. Я не знаю, он им чем-то понравился. Они его разрывают на кусочки, расклевывают, играют с ним, переныкивают его под кусты. В общем, чем-то он им понравился. Им вообще очень понравилась эта часть сада, поэтому я именно здесь поставила камеру. Кроме картона, им еще нравятся фактически все мои цветные растения. Красные гейхеры, они их обскугывают постоянно. Вот сейчас она какую-то нычку свою нашла в коре и переныкала ее в лопчатку. То есть там высажен небольшой кустик лопчатки, они постоянно в него что-то запихивают. Вокруг дерева поставлен мягкий бордюр и у него есть такая трубчатая часть сверху. И сорока, которая сейчас в правом верхнем углу экрана, она опять-таки разрывает картон на маленькие кусочки и запихивает их в эту трубку. Ух-хм. 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 Продолжение следует... Так, эта сорока только что оторвала опять кусок картона и пошла его запихивать под гейхеру. Обычно они собирают сливы, распихивают их по всяким углам или приносят собачий корм с соседского двора. Соседи кормят собак и котов на улице, просто насыпая корм на землю, и сороки там постоянно питаются. И вот еду приносят распихивать у меня. Ну, не кормом единым, все-таки сороки всеядные и всяких жучков, личинок и так далее, в саду они тоже едят. Ну, собственно, санитарят понемногу. Сорока опять переместилась в правый верхний угол. Я это отключила, потому что это, может быть, не сразу понятно. Тряска камеры, которую, возможно, вы только что заметили, она еще будет дальше продолжаться в некоторых частях. Это кто-то из сорок пробует на вкус штатив, на котором стоит камера. А сорока под деревом, тем временем, из трубки в бордюрчике выколупывает ранее спрятанный там картон. У них здесь постоянно какие-то происходят. Ротация. Один спрятал, другой нашел, выкопал, достал, перепрятал. За этим забавно наблюдать очень. Вот тут видеооператор решил подойти к вопросу и наладить камеру. Вторая сорока, видно, решила присоединиться к этому процессу. Продолжение следует... Все это время на заднем плане стоял веник. Его никто не видел, не трогал, не замечал. Но вот пришло и его время. Сороки вообще здесь все, что находят, они с этим взаимодействуют. В правом верхнем углу я на дерево повесила собачью веревочную игрушку. И, к сожалению, камера не захватила там ракурс. Ее не очень удобно настраивать на самом деле. И я так и не знаю, взаимодействует ли сороки с этой игрушкой или нет. Но было бы интересно зайти понаблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот они прям вдвоем этим занимаются Примеряют, где она будет лучше лежать И мне до сих пор очень жаль, что не записывалось аудио Потому что когда сороки друг с другом взаимодействуют и общаются Они издают просто невероятное количество звуков А эта птица, чтобы не оставаться неудел, достала камушек Ну, хоть что-то Кажется, сорока только что оторвала цветок с лобчатки Субтитры создавал DimaTorzok А вот и наш оператор врывается в кадр Видимо, тоже хочет побыть на экранах Субтитры создавал DimaTorzok И через два дня вернулась хозяйка сада И теперь ходит, собирает нычки сорок После каждого завтрака, обеда, ужина Не знаю, она идет целенаправленно в эту часть сада На эту клумбу И ходит, выискивает все то, что сороки попрятали до нее Предыдущее видео о сороках и как они мне пересаживали растения в этой части сада Можно найти на канале Но я его еще прикреплю в конце этого ролика Также не забывайте поставить лайки Подписаться Ну, вот эти вот все штуки Которые там делают на ютюбе Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok